Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали. И сегодня у нас очередное обновление в Star Stable Online, которое очень тесно связано с сохранением природы и чистоты в окружающей среде. Так что седлаем своих коней и поехали. И с чего начнем? Начнем с вывески. Вот такой вот странный конь-махина со шваброй и бочек. Помоги большой Бонни дать мусору новую жизнь. На самом деле вы помните, что я очень сильно испугалась, что как так всем персонажам начали давать личную лошадь? Зачем? Почему? Для чего? Непонятно. Тем более зачем лошадь большой Бонни? Но я думаю, просто вы прекрасно помните, как я возмущалась по поводу всего этого. Но оказалось, что на самом деле лошадь не живая, а железная. И это по сути, насколько я поняла. Я не смотрела, кстати, чужие обновления. Я слегка быстренько прочитала статью лишь об этом обновлении. Это аппарат, который перерабатывает мусор и дает ему новую жизнь. В принципе, как и написано в тексте обновления. Вот. Но я уже знаю, кстати, что за все вот эти вот задания, которые мы пройдем с большой Бонни, нам будут давать примерно похожие плюшки, как с Новым Годом и Хэллиином. И там даже и будет котик с тем панковец. Что вообще, кстати, он очень милый и мне понравился. Ёлки, купила всего лишь две кошки. Оооо, ей тут еще и наши стоят. Люсия Мунхарт, здравствуй. Наверное, меня не заметят. Если дыбнет, заметят. Ааа, заметила, скажи, что меня заметили. Люсия! Да, да, да. Люсия, сто лет не виделись. Хотя бы здесь во время видоса я тебе передаю большой-большой привет. Скучаю. Вот, ну, надеюсь, летом возобнаются и тренировки, и поиск участников, и все будет у нас хорошо. Так, а тем временем мы доехали до большой Бонни. Вот такая вот гигантская махина, которая, по-моему, размером должна быть с шайра. Она похожа больше, кстати, на собаку, чем на лошадь. Но, тем не менее, давайте пройдем заданицы. Я надеюсь, это недолго. Здравствуй, моя помощница всегда приходит вовремя. Разумеется, речь о тебе. Твое познание имеет огромную ценность для одного выдающегося инженера. Разумеется, речь обо мне. Выслушай рассказ. Ну, давайте. Так, в твоих глазах сверкает искра изобретательности или даже огонек гения, поэтому я расскажу тебе о своем ве... самым великом изобретении. Все верно, я изобрела скакуна! Прошу, конечно, он немного недоделан, но... Ну, ладно, он еще на стадии разработки. Ты, наверное, в недоумении. Не знаешь, что такое скакун. Скоростной автомат качественной утилизации ненужности сокращенно скакун. Мышный аппарат, который превращает перерабатываемый мусор в полезные вещи. Этот автомат позволяет перерабатывать ненужные предметы в разные полезные вещи. Конечно, он далек от завершения, но стоит приложить немного усилий, и этот малыш будет выдавать нам подковы, седла и прочее. Ищи перерабатываемый... Ой, как зависло все. Перерабатываемый мусор вблизи городов и площадок джет. Приноси мне, и я буду совершенствовать скакуна. Нам понадобится еще 5 перерабатываемых предметов, не больше. А потом скакуна можно запускать. Удачные переработки, а я пока подумаю, что улучшить. Так, да, пожалуйста. Ага, вот, все, мы поговорили. У нас открывается возможность обменивать у этого скакуна разный мусор, и мы сможем его улучшать. Вот это, кстати, прикольно. Во-первых, тем, кто играет в достаточно юном возрасте, они смогут приобщиться к, скажем так, возможности, что мусор можно не просто выкидывать, его можно сдавать на переработку, что сортировать это хорошо. Но я, если честно, себя к этому пока не приучила. Но вот мама моя, кстати, она занимается тем, что чисто вот дома она раскладывает мусор покатегорийно, вот, и потом выкидывает специальные контейнеры. Ну, а в больших торговых центрах, где есть отдельные контейнеры под картон, пластик и стекло, я сортирую. Мне почему-то это нравится, раскладывать все это. Так что, в принципе, идея, мне кажется, вот эта идея, она крутая, несмотря на то, что она очень похожа на фару, совмещенную с вот этими всеми обменами у тыквок и у хэллоуинов, у хэллоуинской тематики. Да, поэтому мы сейчас доедем и найдем какой-нибудь мусор и попытаемся этот мусор обменять у скакуна. Разумеется, самым ближайшим местом, где, по моему мнению, можно было собрать мусор, это, конечно же, площадка джет. Ой, ой, а я его взяла. А, а сколько раз ты появляешься на одном и том же месте? Да, в общем, действительно, вы ищете площадку, которая похожа на строительные вот всякие площадки джет, города, вот и здесь должен будет появляться мусор. Вы его должны собирать. В рюкзаке он обозначается вот таким вот перерабатывающим значком с мусором. Да, вот сколько нам сказали собрать? Пять штучек, по-моему. Эй, ай, а не дважды, что ли, появляются на одном месте или это только здесь, чисто как начальный этап? Потому что, ну, это самое простое. Вот, ну, давайте я соберу и встретимся как раз уже с самого скакуна. Итак, мы доехали. Собрала я даже семь бутылочек. Их оказалось просто найти даже на ферме Стива. Так, и мы нажимаем улучшить. Так, ну, у меня не прожимается, поэтому, да, мы улучшаем этот аппарат. И нам открывается новое задание. Давайте посмотрим, что там. Давай. Он живой! Ох, он живой! Поговорю с большой Бонни о скакуне. Строго говоря, не живой. Завещали эксперименты, остались в прошлом. Это не... Ладно, это не важно. Самое главное, что наш милый скакун заработал. Какие еще зловещие эксперименты ты раньше делала? Я уже работаю над чертежами для новых деталей аппарата. Приноси мне перерабатываемые предметы, и мы с тобой полностью изменим отношение жителей Юрлика с мусором. Удачи! Кстати, мой первый профессиональный опыт был не бог весь какой интересный. Годами, пока училась, работала механиком, закручивала болты и гайки. А вот тебе повезло, тебе досталось задание поинтереснее Азов. И надо сказать, ты меня приятно удивила. В благодарность хочу поделиться с тобой записью из моего старого журнала. В нем рассказывается о моем величайшем вкладе в развитие науки и техники. Надеюсь, что ты подчеркнешь... Да что ты оттуда подчеркнешь? Да, так. Так, вот теперь нам должно было открыться все. Ага, нам добавили книгу лора. Так, второй уровень. Пока что у нас доступны, да, вот только две штучки. Это столоп от рошади и всего лишь 40 шиллингов. Ага, значит мы копим, перерабатываем пластик и он обновляется раз в 24 часа. То есть раз в 24 часа мы можем один раз использовать переработку. Так, ну смотрите, теперь нам нужно... Ого, нам нужно 15 мусора, чтобы переработать и улучшить машин, уровень машины до третьего. Вот. И мне интересно, сколько же будет стоить там котик, потому что я ни видосов ничего не видела. Да. А тем временем, кстати, разработчики Star Stable поделились с нами в инстаграме. Очень классным календарем, который чуть ли не до конца, даже не до конца, до середины, по-моему, мая или до конца мая, показывает нам абсолютно все обновления, которые будут. Нас ждет очень много чего интересного. Это скачка, по-моему, в Диколесье, если не ошибаюсь, я просто плохо помню. Поэтому, вот, потом нас ждут арабы, если я... Да, потом нас ждут арабы. После арабов будет, по-моему, задание с лором. Или что-то там. Я просто плохо помню. Я смотрела эту картинку сегодняшний раз. Но самое главное, ребята, нас ждут обновленные арабы уже через неделю. То есть на следующей неделе у нас новая скачка какая-то. А уже через неделю мы увидим новых обновленных арабов. И знаете, для меня это вдвойне радость, потому что советую посмотреть видео по спойлерам арабов. Мне они очень сильно нравятся. Я возьму точно одного, ладно, вру, двух. Вот, прям обязательно, обязательно. Мне очень они сильно нравятся. Ну и так как они выпускают обновленную модельку, старые модельки арабов становятся дешевле. И я тоже кого-нибудь-то из них куплю. Так вот интересно, распространится ли эта скидочная акция на Пинтабианов. Так что сидим, ждем к следующей неделе, вопреки ожиданиям скачек, потом арабов и все остальное. Потому что мне кажется, вот такое вот расписание календарное обновлений на будущее позволяет игрокам понять, на что копить, на что лучше не тратиться, где подождать. Потому что они на месяц вперед знают, что какое обновление будет, и что не надо, к примеру, тратиться прямо сейчас на какую-то лошадку, а вот скоро выйдут арабы и лучше дождаться их. Так что на этом обновлении все, и я с вами прощаюсь. Не забудьте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»!